семинар имеет уже международную известность почему пенуэлл потому что это место которое описано ветхом завете когда яков ночью боролся с богом и он так в него вцепился да в бога что бог от него не мог отделаться да он пытался вырваться и когда понял что он не сможет не от него оторваться он поразил бедро якова из тех пор яков стал хромать но яков и тогда не отпустил и сказал не отпущу тебя пока ты меня не благословишь так говорит святое слово и тогда бог его благословил яков в переводе вообще обозначает лживый да то что его такая плоская натура она была изначально такая ну он был такой хитрый человек но потом бог дал ему новое имя какое имя из израиль и от этого человека родилось 12 сыновей прекрасных 12 колен израилев этот человек стал благословение господу и это место оно получило название пенуэл место где я к боролся с богом это семинар направлен на сближение взаимоотношений с богом это полное погружение это днем и ночью молитвы какое-то общение проповедь сменяется другой проповедь общение во святом духе опять молитвы опять словословие прославление и это все в такой знаете божьей славе я давно уже вы знаете не получал такой отрады когда вот приезжает приехала с одессы с одесской народной церкви 10 человек 10 служителей и все как на подбор просто я давно не встречал настолько посвященных служителей вы знаете вот просто вот действительно вот последнее время ну как вот мы много просто пропускаем наша церковь очень благословенная очень много служителей проходит служит проповедует и как-то так одних мы уже знаем другим немножко так настороженность какая-то осталась да третий наоборот там такие помазанные оставляют глубокий след такой отпечаток своего такого служения помазания присутствие божьего но вот когда 10 человек приезжает и все как вот на подбор вы знаете там прославители но просто ну так ну это поклонники реальные поклонники до пастыря с таким стажем такие опытные воины настоящие там ну слово такое мощное все в таком присутствии в смирении в кротости и они просто говорят мы приехали сюда чтобы не самим как-то вот так показаться что какие мы да такие супер духовные мы приехали сокрушение чтобы просто божья слава явилась через наше смирение через наше послушание просто бог захотел встречи поездка вот это для них какие-то все были сверхъестественные ну просто самые в возрасте до виталий антонович там ему уже там под 70 он говорит о том что я вообще не должен был сюда попасть у меня международный паспорт он уже там все исчерпал себя и за неделю он подает на новый паспорт ну ему говорят в паспортном отделе ну просто извините конечно но вообще это невозможно чтобы за неделю сделать международный паспорт на украине да это просто нереально ну может быть максимум через месяц но молитесь как вы умеете и начали молиться и узнать когда вот в паспортном отделе он опять пришел через неделю когда надо было уже отъезжать директор паспортного стола вот так приходит очередная вот такая стопка паспортов новых в конверте и она вскрывает конверт и на первом месте лежит паспорт пастора виталий антонович через неделю ну для бога нет ничего невозможно играть ягод понимаю что бог хочет чтобы я был здесь в армию чтобы служил очень опытный очень благословенный очень мощный служитель пастор который уже открыл более более 14 церквей по всему украинскому региону в разных районах слава нашим богу и знаете после такого семинара я конечно просто захотел чтобы вот тот огонь который там на этом семинаре буквально вот так царил он зажег всех ну всех там присутствующих всех участвовали в семинаре я хотел бы вот как все люди до которые там по были побывали да они просто поделились вот этим благословение ну хоть крупицу до чтобы до нас кто не смог кто по каким-то причинам попасть на этот семинар что хоть крупицу донести что мы там все вместе пережили но я лично от себя скажу что для меня это большое было благословение очень благодарен за послушание пасторей которые приезжали потому что они так послужили просто это реально было обновление это была полная перезагрузка это было излияние святого духа да ну просто невероятно поэтому сегодня у нас служение свидетельств потом мы будем знакомиться с новыми людьми до в нашу церковь приехали не только гости но и люди которые приняли решение ходить в нашу церковь и не только ходить а служить нашей церкви кто у нас первый выйдет александр шарич давайте мы поприветствуем его всем добрый день интернациональная церковь на скале я очень рад что сегодня очень много русскоговорящих здесь несмотря на то что как бы не сезон все уже откупались давно поехали домой но все равно мы стоим мы здесь и я очень рад вас всех приветствовать здесь меня зовут шарич александр и я один из участников данного семинара который проходил под городом шумен течение трех дней которые проводили для нас одесская народная церковь и вы знаете я пережил нечто сверхъестественное там но в первую очередь хочу сказать то что слава богу что я вообще там оказался потому как можно было найти массу причин чтобы туда не поехать можно было сказать то что у меня работа мне там нужно делать какие-то там дела у меня вот кстати накануне за день до этого мы разобрались с подачи документов на внж мы там все оплатили мы все подготовили все отдали выдохнули и спокойно поехали хотя могли бы в принципе сказать вы что у нас там подачи документов на внж у нас тут час такие расходы ехать куда-то нет 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 то есть к счастью к слава богу мы нашли возможность решить все вопросы до и спокойно поехать и когда мы приехали туда разместились совершенно знаете такая природа такие пейзажи открываются с высоты великолепно погода классная то есть мне казалось что то что там наверху на горе будет холодно оказалось то что там еще было теплее чем внизу несмотря на то что там какой-то ветер дул и мы когда приехали меня очень сильно коснулось то что группа служителей из одессы они не знаю сколько там 500 600 километров из одессы нужно ехать но перед тем как поехать сотни людей там в одессе в украине молились за то чтобы этот семинар состоялся 10 дней до того как по и отправиться сотни людей молились за этот семинар постились они готовились к тому что ну как бы это это серьезный путь и есть духовные силы которые будут всяческим способом ставить палки в колеса чтобы кто-то не доехал чтобы кто-то не дошел чтобы кто-то заболел но так как все это было в молитве в посте и паспорта делали сверхестественным образом если вообще должно было ехать пять служителей но так как там нужен был воспитатель один воспитатель для детей они взяли еще вторую машину и еще пять служителей и того стало 10 там были прославители пастера ну короче было круто так вот и о чем я о том что для меня это было сильным подтверждением того что когда ты делаешь божьи дела бог делает твои дела из одессы приехали предприниматели люди которые ну вот на семинар проповедники это те же предприниматели у которых свой бизнес и не один там мужчина армянин лепарит его зовут отец восьмерых детей у него свой строительный бизнес у него свои рестораны в одессе он все это оставил у него еще был процесс там по моему что-то с имуществом связано там какая-то там какие-то судебные возможно дела он все это оставил и спокойно поехал к нам для того чтобы послужить я к нему подошел говорю слушайте вот я все время где-то вот так вот между метаюсь между тем и тем либо поехать куда-нибудь на прославление либо там пойти что-то сделать для бога либо там сказать слушайте месяц дел столько там у меня проблемы у меня там дела у меня работа я не могу отлучиться и я смотрю на этого лепарита который приезжает из одессы у него несколько бизнесов у него восемь детей у него там еще служение он все это бросил и поехал к нам ему за это никто денег не платит ничего над этого не имеет он бросает едет для чего для того чтобы послужить нам и для меня это было просто такое подтверждение того как сильно нужно любить бога и вообще свое дело чтобы оставить все и поехать супер некоторое время тому назад я словил себе на мысли о том что как-то молитвы стали не те вот ты молишься вроде бы да кто умеет молиться поднимите руку расскажите значит вы меньше поймете возможно надеюсь ты вроде как молишься ну как как это сказать выполняешь какой-то ритуал я это уже потом назвал ты просто молишься потому что как было все молятся ну надо ну там надо поблагодарить господа за пищу но ты чувствуешь внутри себя что вот нет уже этого вот вот духа святого внутри как будто бы у тебя в голове сейчас так внж так надо ехать там за границу так нужно вот это сделать нужно не забыть этому позвонить у тебя в голове сто пятьсот каких-то других причин и обстоятельств которые просто вытесняют духа святого из тебя и вот этого вот внутри не хватает ты не можешь просто откровенно и искренне встать сесть не помолиться и и вот сделать это на самом деле от души от сердца но будучи там я вам скажу ребята когда мы туда поехали мы оставили все 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 дома мы оставили все дела и заботы дома мы даже когда приехали туда выключили телефон и я там буквально утром и вечером появлялся только на связи больше ничто меня другое не отвлекало я знал что я сейчас не могу все бросить прыгнуть в машину и куда-то уехать потому что у меня есть определенная ответственность я больше ничему другом как бы и думать не мог как только о том чтобы прославить господа помолиться научиться многому и вот это полное было освобождение и когда я наполнился я понял что такой кайф когда ты ни о чем другом ну как бы ним не можешь думать как только о том что все классно у тебя есть у тебя есть господь бог иисус христос который слышит все твои нужды который знает о чем к чему ты с ним пришел сегодня какие у тебя проблемы на чем тебе нужно поработать и он работает с тобой на этом месте у тебя нет в голове там каких-то других забот и это супер так вот на этом событие я получил вот прям от макушки головы до подошвы ног и на поле я наполнялся там вот духом святым прям в изобилии многие возможно меня видели не таким каким я был прежде спасибо ну да я хочу конечно поблагодарить я хочу поблагодарить господа бога вообще за все за все то что он сделал в моей жизни за многие слышали мое свидетельство мою историю что в прошлом я был совсем далеко там непорядочным молодым человеком но даже если я и казался где-то может быть порядочным все равно внутри вот этой маски под этой маской внутри находилась я не побоюсь этого слова то существо которое могло там и обмануть и соврать там украсть что-то не знаю пойти выпить кого-нибудь побить было такое и просто было окружение такой если ты этого не делаешь ты ненормальный вот и сегодня я благодарен за то что у меня вот всего этого нет у меня нет никакой лжи по отношению к другому человеку у меня нет никакого равнодушия у меня нет вот нет всех тех негативных качеств которые когда-то были вот в моей обыкновенной жизни когда я не познакомился вообще с богом и жил простой повседневной жизни поэтому я за это в первую очередь благодарю благодарю за то что господь несмотря даже на тот путь который был вот у меня от знакомства до сегодняшнего дня он не несмотря ни на что все равно продолжает обновлять он продолжает все равно работать потому как как дети в школу идут первый второй третий четвертый пошел выше 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 так и здесь мы как будто бы перешли в следующий класс мы как будто бы включили следующую передачу более повышенную и поехали еще быстрее также я хочу поблагодарить семью пастора геннадию наталью за то что они заботятся о нас за то что они готовы в том числе и для нас служить чтобы мы росли чтобы мы развивались чтобы мы укреплялись во всем этом и организовывали такие мероприятия я знаю что это не первое и не последнее такое мероприятие будет еще более серьезно также хочу поблагодарить господа за одесскую народную церковь за тех служителей которые к нам приехали это просто невероятная работа которую они произвели каждый со мной согласиться наверное и за все чудеса которые там произошли мы видели чудеса и покаяние и исцеление и вообще за все те за освобождение от грехов от каких-то проклятий и очень важный момент для меня вот покаяние вопрос мне сказали будет покаяние нужно будет идти кайцы как это кайцы я я когда еще был маленьким я слышал что там ну вот мы с бабушкой ходили в православный храм и нужно было я слышал о том что кто-то ходит каяться но меня как-то все время это участь ну обходила миной стороной как-то миновало все время я просто слышал как это может выглядеть но я не представлял я все время этого боялся то что мне нужно будет кому-то рассказывать о том как я косячил что я там где-то кого-то обманул где этом что-то откуда-то украл узнаете даже когда маленький ребенок он может там где-то стащить что-то вот и не было страшно и даже когда я сюда ехал я уже прокручивал в голове как это будет выглядеть как это будет сам процесс откровения мы там куда-то в какую-то отдельную комнату пойдем я буду там уж какому-то что-то шептать рассказывать я не понимал как это будет выглядеть но самое интересное то что когда мы там был там был рабочий процесс я не буду вдаваться в подробности, но у нас были определенные анкеты, и благодаря этим анкетам раскрывалась каждая тематика. Тема, например, отношений, тема, не знаю, проклятий. Каждая тематика раскрывалась, и я понимал, в каких конкретно вещах есть там моя проблема, на каких этапах есть то, за что мне есть, о чем покаяться. Я просто ставил галочки, отмечал, это настолько было просто и удобно. И потом я понял, что нужно будет идти просто пообщаться. Я даже не знал, что я иду на покаяние. Это было так свободно, так открыто, так искренне. И с каждым разом я чувствовал, как будто бы из меня, вы знаете, вот выходит то ненужное, как будто так отрезается и отваливается. И как будто я становлюсь чище и свободнее для того, чтобы наполняться все больше и больше новым. Новым благословением. Поэтому спасибо вам большое всем тем, кто был вместе с нами. Мы сделали крутую работу. Мы классно прославили имя Господа. И я уверен, что это для нас будет, знаете, как некий трамплин для больших и новых дел. И я уверен, что нас будет еще больше в зимний период, в холодный период в этом зале, что у нас будет даже свой зал наконец-то. И я в это верю. Большое спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Александра. Я жена Александра. И действительно, это было потрясающее время. Это было невероятно. Это было сверхъестественно. Это было... Это даже сложно описать словами, потому что это было действительно... Я впервые была на таком мероприятии. И я очень сильно его ждала. Я на календаре отметила эти даты. И знала, что я ничего туда не запланирую. Но чем ближе, как время подходило, я как-то начала волноваться. Мне немножко было страшно даже. Я не знала, что там будет. И вот Саша рассказывал. У меня было что-то подобное. Я не знала, как это все будет происходить. И вообще, и какое-то такое чувство растерянности было. Но сразу, как приехали, сразу Бог начал работать. Сразу с самого начала. Мы еще заселиться не успели. А Бог уже начал работать со мной. Начал смиряться там по некоторым вопросам. И действительно, это было невероятно. И знаете, я ехала туда, чтобы измениться. Я ехала туда, чтобы Бог меня изменил. Но вы знаете, я сейчас вижу, как сильно изменился мой муж. Вы представляете, я ехала изменить себя, но изменился мой муж. Причем так сильно, что я вообще славлю Бога. Каждый день благодарю. Всего лишь один день прошел с тех пор, как мы вернулись. Но я уже вижу огромные перемены. И благодарю Бога за это. Так что это вообще здорово. Ну и что касается меня тоже, я очень много для себя получила. Во-первых, у меня были некоторые вопросы. К Богу. Ну, к Богу. Не то, что к Богу. Вообще по жизни какие-то вопросы возникают. А не всегда удобно задать такие вопросы. Или, не знаю, ну как-то не принято такие вопросы задавать. И эти вопросы у меня были в голове. И вы знаете, как Бог делает? Я даже не успевала озвучить свой вопрос, как уже слышала ответ. Или кто-то другой задавал мой вопрос. Я только сижу в голове, прокручиваю, вот сейчас вот это спрошу. И кто-то другой за меня этот вопрос задает. В общем, реально, и так отовсюду я слышала ответы. Я вообще, кстати, в церковь именно так и пришла. Потому что меня Саша привел в церковь впервые. И я сначала не понимала, что происходит вообще. Куда я попала? Вот какое-то у меня было такое чувство. Почему они поют? Почему они хлопают? Боже мой, что такое? Но потом прославление закончилось. Началась проповедь. Вышел пастор. Я думаю, ну, сейчас что-то рассказывать буду. Вот я так приготовилась слушать. И пастор начинает проповедь. И в проповеди я слышу ответы для себя. Вот те вопросы, которые меня мучили по жизни, пастор мне так их по порядку выдает ответы нужные. Я думаю, вау, круто, все. Я буду ходить каждое воскресенье. Буду слушать ответы на свои вопросы. Буду учиться. И тогда я приняла решение, что пойду в следующий раз. И во второй раз я пришла. И уже Бог коснулся моего сердца. И я приняла Его своим Господом и Спасителем. И с тех пор начала двигаться в этом направлении. И моя жизнь начала очень сильно меняться. Ну, я часто рассказываю о чудесах своей жизни. Многие слышали. И здесь то же самое. Я просто сижу, и мне через каждый проповедник выходит что-то рассказывает. Причем, слава Богу, они действительно опытные. То есть это был 61-й пенуэлл в их жизни. То есть они имеют огромный опыт. И это реально виделось и чувствовалось. Потому что они четко. Никакой паузы, никакой суматохи. Никаких четко. Один что-то говорит сразу же резко. Второй начинает подхватывать. Потом третий подхватывает. И они так очень круто все проводили. Время так быстро экономили. То есть экономили время. Много чего успевали сделать. Не было каких-то там непонятных телодвижений. Все было круто. И постоянно слышала ответы на свои вопросы. И еще, когда я ехала, у меня были некоторые проблемы в жизни. То есть была одна ситуация, с которой я не знала, как мне быть в этой ситуации. И я не знала, как решить этот вопрос. Я, в принципе, вроде как знала примерно, что делать надо. Но знать-то это одно. Принять в сердце и делать. Это совсем другое. И там, на этом семинаре, я реально получила освобождение от этой проблемы. То есть я прям почувствовала, как будто груз ушел. Вот, я почувствовала свободу, легкость. В общем, это невероятно, да. И еще можно сказать, что это было обновление. Потому что Бог такой огонь в нас зажег. Правда, там такой огонь был в этом зале. И мы еще уехали оттуда. Вчера мы были такие уставшие. Мы после служения пошли на гору, поднялись там. Очень высоко нужно подниматься, тяжело. Такие ступеньки очень большие. И мы такие все уставшие приехали. Но в итоге мы доехали домой поздно вечером. Потому что мы там поехали еще, там пообщались в кафе. Потом еще в гости поехали на пирог. То есть мы настолько были наполнены, что нам хотелось делиться, делиться, общаться, общаться. И мы поехали к Саше с Олей Жданович вечером на пирог. Вот, и общались. Конечно же, только об этом. И потом мы начали молиться. И мы часто так делаем. Собираемся вместе, молимся. Вот, а тут такая была молитва, вообще не такая, как всегда. То есть у нас даже молитва изменилась, понимаете. То есть вот этот огонь, да, действительно Бог зажег в наших сердцах. И я благодарю Бога всем своим сердцем за этот семинар. Мы даже с мужем целый день сегодня только об этом и говорили. Сидим за завтраком, я там что-то сама себе думаю, вспоминаю, как было. И потом муж такой поднимает глаза. Слушай, а я вот там к Сергею подходил, вот это-то-то спрашивал. То есть мы просто размышляем, размышляем, размышляем об этом постоянно, без перерыва. Вот, так что да, это действительно было очень мощно. Спасибо Геннадию с Натальей за то, что они это организовали. Спасибо служителям, ну и в первую очередь, конечно, спасибо Богу за это. Всем добрый день. Интересное служение, когда можно послушаться практически каждого. Меня зовут Ольга Жданович, мне 31 год. Я не совсем готовилась говорить, поэтому буду говорить то, что Бог говорит. Как присоединяюсь ко всем словам, что сказали ребята. Мы действительно не осознавали, не понимали, что будет. У нас накануне заболела злата. В садик ходила там сколько, с сентября месяца, все было хорошо, и тут хоп, она заболела. Ну и действительно не хочется ехать, придумываешь какие-то отмазки. Одна половинка говорит, у тебя столько дел, у тебя конец месяца, у тебя начало месяца, у тебя там столько планов, тебе надо то, это. А другая половина говорит, не, ну что, все едут, а ты что ли останешься, да, надо двигаться. Надо со всеми, если уже хочешь жизни перемен, так надо не бояться делать этот шаг вперед. И действительно Саша говорила, что с самого начала Бог стал с нами работать. Расскажу вам такую ситуацию, что я пережила. Есть такое, одно из условий, что муж и жена должны жить в разных номерах целых три дня. А у нас двое детей. И тут же, ну, и знаете, вот я очень благодарна пастерам, служителям, которые приехали, потому что это совершенно для нас чужие люди, да, они нас не знают. И я лично, ну, когда появляюсь в новом коллективе, я стараюсь быстро не раскрываться, чтобы не словить что-то. А потом уже как бы, ну, уже проявляю какую-то инициативу. А здесь вижу, что люди нас не знают, но насколько они смиренные и кроткие. И когда я начала перечислять все причины, по которым я не хочу жить отдельно от мужа, эти пастыря стали говорить, ну, ничего страшного, если вопрос стоит остро, пожалуйста, не делитесь. А внутри меня сидит Дух Святой, который говорит, слушай, ну, все поделятся, все получат на сто процентов, а ты останешься вот такая вот, с козявками со своими. Я, Алеша, так часто говорю, и я думаю, ну, нет, ну, ну, если уже, надо же, короче, сдаваться, так уже по полной программе. И я тут же думаю, так, а с кем можно разделиться, и я тут же уже придумала, с кем поделиться, и как, и так все хорошо Бог поделил. Мы, короче, жили в комнате с девочками, с Анитой, с Людмилой, и слава Богу, потому что я увидела вообще совершенно по-другому этих девочек. И мой муж с сыном жил, с супругом Людмилой, и сыном, ну, ну, знаете, он, враг тоже не дремлет. У них дети заболели, там, да, Аниту тошнила, там, Богдана с температурой. Я думаю, о, сейчас будем детей только лечить, потом одних, вторых, третьих. Но Господь благ, мы начали мылиться, мы начали благословлять Бога, мы начали, знаете, вот действительно, во что ты веришь? Вот в этот вирус, который ходит, да, от одного к другому, либо мы верим вот в этот иммунитет от Господа, и тут же вот, ну, вот это просто шаг веры принимаешь, и говоришь, Господи, вот раз так надо, значит надо. И как только вышли эти молодые ребята, прославители, просто, не знаю, наверное, у каждого так, когда приходит, сходит присутствие Божье, ну, мне было просто, как вам сказать, я себя сдерживала, чтобы не начать не кидаться на людей, потому что мне, они все такие красивые, мне хотелось всех обнять, всех как-то, вот знаете, вот такие все красивые люди становятся вдруг. Эти молодые ребята-прославители, как только по струнам ударили, я еще ничего не началась, а у меня уже слезы текут, думаю, Боже, может, что же будет потом? И я подхожу к этому служителю, я ему рассказываю о своих проблемах, в которых я не могу справиться уже 31 год, а он меня обнимает, я такую чувствую, любовь отцовскую, понимаете? И вот у меня, наверное, первых полтора дня у меня было вот это вот такое ощущение, что мне так не хватает любви отцовской. И знаете, вот настолько вот это вот чувство такое, ограничащее с ненавистью на своего родного отца, понимаете? Вот то есть вот, вот то, что мне так жажду, я вот этих слушателей, что они такие все в возрасте, мы там им почти внучки годились, можно было реально их обнять, можно было выплакаться, и такие слова говорили, такие поддержки, ну, знаете, мы привыкли, когда приходили к родителям с покаянием, там, что-то сделали, они что, сначала наругают, потом пожалеют? А тут наоборот, тебя принимают с твоими косяками, со всеми вот этими проблемами. И я, знаете, заметила, через, ровно через два дня, на третий день, когда мы дошли до такого места в анкетах, я уже не помню, там, с чем мы боролись, то ли с проклятиями, то ли с демонизацией, я сказала своему родному отцу спасибо, потому что, оказывается, духовные вещи, они на самом деле граничат вот то, что божье, и то, что не божье. И как часто люди, которые идут за религией, за вроде, казалось бы, духовными вещами, они там же гадают, там же они верят в суеверие. Понимаете, о чем я говорю? Вот люди, которые, вот вроде бы, они духовно развиваются, а сами верят в звезды, в астрологию. Понимаете, о чем я говорю? А у меня отец, он ни во что не верил и ничего не позволял. Ни гадания, ни какие там вот эти суеверия. Да, он не принимал церковь, он не принимал там всяких батюшек, да. Вот, ну, я говорю, Господи, слава Богу, что у меня вот нету тех косяков, что у нас там какие-то, может быть, поклонения были там каким-то идолам, или гаданиям, или вот этим суеверием. Я говорю, ну вот, Бог не зря такое допустил. И вот эта вот жажда отцовской любви, она оправдала моего отца. И я реально получила освобождение. И знаете, вот Бог так делает воспоминания твои. Ты помнишь только то, что приносило тебе раны, расстройства. Но Бог так оп и переключает. Знаете, как картинка такая. Оп, одна сторона, потом ее повернешь, другая сторона. Ну, вот рекламы такие, щиты. Оп, другой стороны повернулся, уже другое изображение. Вот Бог так делает. Оп, и я уже помню только о своей детстве, о юности, только хорошее о своих родителях. Я считаю, что это тоже полное освобождение, когда у нас нету обиды на своих родителей. И мне понравилось слово, которое давали пастыря в отношении наших детей, что сейчас такая тенденция, что дети прям чуть ли не, знаете, все детям. Перед детьми нужно извиняться, детей нельзя строго наказывать. Ну, очень много психологов, там, знаете, все проблемы ваши, потому что у вас были плохие родители, и вам нельзя быть плохими родителями. И тут я услышала такую трезвость. Ну, родители, они могли дать и дали то, что могли. То, что мы получили. И для меня это, знаете, такое реальное, ушло вот это вот мнимое ложь, обвинение, потому что когда мы обвиняем своих детей, ой, не детей, родителей, то мы уже сеем предпосылки, что будем виновны сами. И для меня этот семинар, он, ну, не только был таким, знаете, познавательным. Я просто, Бог даже, ну, показывал мне в такие вот картинки, как ломается мой хребет человеческий. Человеческий, представляете, просто ломается. Вот Антоха смеется, потому что его тоже хребет ломался. Слава Богу, понимаете, то, что вот это человеческое, оно неправильное, оно и самое первое откровение, которое я получила, и я настолько, мне было перед Богом стыдно, настолько я раскаивалась. Ну, кто меня знает, они могут сказать, что по человеческим меркам, там, ну, действительно, мы достигли хороших результатов в жизни. Но Бог мне конкретно открыл. Оль, хватит уже делать одной. Ты не одна, ты не одна. Ты просто, ты просто позволь, просто прими решение. Потому что, ну, есть люди, которые, знаете, они вечно что-то, знаете, на передовой, там, такие революционеры, они что-то новое там постоянно. И вот этим людям, бывает, больше всех достается. И тогда, оп, человек закрывается, все, раз он один, он изгой, он закрылся, и он опять там отлеживается в каком-то рове. А потом опять же, ну, натура такая, опять выходишь, опять на огни попадаешь. Так вот, Бог говорит, что когда ты выходишь на передовую, передовую, ты, да, вот про шахматы, ты помнишь, я вспоминала. Думаю, что там, Антон, вот мне Бог показывал. Раз послушала, не поняла. Потом стала вспоминать, что что там говорил. И вот до меня дошло. Что насколько важно, когда мы выходим куда-то с какой-то новой идеей, с какой-то новой подачей, знать, ну, во-первых, совет у Бога попросить, вообще стоит, не стоит, а во-вторых, понимать, что даже если все отвернутся, весь мир отвернется, ну, фиг с вами. Со мною Бог, аминь. И я такое обличение получила, что я умудрялась обижаться, вообще расстраиваться там. Слава Богу, да, Геннадий Анатольевич? Это ваши молитвы. Да, благодарю, очень благодарю наших пастырей, что они нас терпят и продолжают любить такими, какие мы есть. Для меня это было действительно пенуэл. У меня болела нога очень сильно перед самым въездом на семинар. И на полтора дня у меня болело. Мы там танцевали, зажигали, это было что-то. Там такие видео, там просто, думаю, гоже мой, на дискотеке так никогда не танцевали. Но, тем не менее, это было реальное освобождение. Моя нога прошла, и другие заболевания, ну, такие, что мы нас мучили, потому что мы действительно были в таком присутствии. И слава Богу за детей. Был специальный человек. Вот уже говорили об этом, что все люди настолько посвященные, вот, служителя. Мы детей наших общений видели, чем они занимались, как они ели, как они спали. Это было настолько, ну, сверхъестественно. То есть Бог нас освободил от всего. И я думаю, что наши дети, они тоже получили очень большое, они получили новых родителей. Слава Господу. Кто следующий? Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Ну, кто меня знает уже, а кто не знает, вот. Я хочу сказать, что я к Богу пришла совсем, как бы, недавно, когда мы приехали в Болгарию. И вдруг, это было пять лет назад, до этого я, мы вышли уже на пенсию, мы работали на севере, жили там. И в Якутии, вы знаете, христианства, как таковое, не было. И все эти советские времена, мы дети советских лет, как бы, и церкви были все закрыты, и даже зачатков там никаких не было. А ихняя местная вера – это шаманизм. Это языческая вера, это очень сильные такие шаманские языческие традиции там. И очень даже опасно, можно так сказать. Ну, мы, конечно, дети советского воспитания. Мы просто жили как атеисты, атеистическая семья. И, я не знаю, мои деды тоже ничто о Боге не говорили. И мама, папа тоже, они были просто атеистами. И, ну, в каком-то возрасте я, конечно, задумалась о том, что есть ли Бог на свете. Дети, наверное, все об этом думают. И как-то про себя решила, что все-таки есть. Ну, так как ни церкви, ничего не было, и так и жила сама своей думой. И вот в 90-е годы уже началось там движение, пошли различные уже конфессии приезжать. И уже потихонечку началось пробуждение церкви, именно христианской церкви. Стали реставрировать там две церкви у нас всего в городе и прочее. И вот мы сюда приезжали. Я, значит, не знаю, чем покорила меня Болгария, но, конечно, против того, что морозы у нас. И тут такая, просто почувствуй, совсем другая атмосфера, воздух, просто какой-то Божий свет. Это просто благословленная земля, где веками сохранилась эта вера. Хотя был такой большой натиск. Все знают, что по туристским игам была она 500 лет. Но слава Богу, что эта земля сохранила эту веру. И здесь уже я, проходя тут по центру, увидела, о, здесь есть наши люди, которые, значит, поклоняются нашему Богу Иисусу Христу. И мне захотелось очень познать Его. Я пришла сюда с моей дочерью, и вот так вот я постепенно была принята в эту церковь и получила водное крещение только год назад. И вот что я получила от этого Пенуэла, от этой поездки? Ну, я услышала, будет поездка, приедут из Одессы люди. Хорошо. Что такое? Ну, да, на природе, красиво. Что я и ожидала, да, действительно, это было чудесно. Такой вид. Все молодые люди, у всех такой потенциал, очень сильные служители. Я такого еще не видела, чтобы, вот, я не знаю, прямо стены дрожали от того, что мы там находились, в этом зале. Представляете, такой накал был. Ну, я хочу сказать, что работали очень, очень концентрированно. Моя программа у нас была очень сильная. И, представляете, вот, за свою жизнь, ну, я как атеист была, я, наверное, нахватала там столько грехов. И первый день было очень тяжело. И каждый днем становилось все легче, легче и легче. Ну, это слава Богу, потому что, оказывается, программа поставлена была так, что каждый день мы в чем-то потихонечку-потихонечку от чего-то освобождались. Прямо по темам и там по вопросам. Ну, это было так незаметно. Ну, первый день я вообще думала, я не высижу. После этого ужина, думаю, ну, все, я усну. А там мы до полдвенадцатого. Первый день было до полдвенадцатого. Ну, мы же в это время вроде бы должны спать. Но нет, откуда-то сверхъестественным образом Бог дал силы. И наоборот, мы уже закончили, и не хотелось спать. Появилась какая-то новая, новая сила. Я в первый день уже вышла и спокойненько, еще даже не спала, еще почитала Библию на ночь. Хотя после ужина я уже думала, ну, все, я уже там, наверное, все силы иссякли. И, представляете, каждый день вообще все свободнее, свободнее себя чувствую. То есть я как бы освобождалась и освобождалась. У нас еще было там, ну, как бы, чисто символически, был такой деревянный крест. Ну, короче, мы, да, потом конкретно уже расскажем в другой раз. Кто поедет на Пенуэлл? В общем, у меня впечатления отличные. И еще я хочу сказать, что мы так очистились, и происходило что-то невероятное. У кого-то открылись какие-то новые таланты, новые дары открылись сверхъестественным образом. Кто-то получил освобождение от каких-то своих, ну, может, привычек или чего-то там. А у меня, значит, была последнее время какая-то проблема со здоровьем, что вдруг ни с того ни с сего у меня обнаружился очень большой камень в поджелудочной железе. И это не просто камень, он меня прямо убивал. Он мне, вот просто левая сторона у меня полностью, как бы, болело все. И голова именно с этой стороны, и именно это место, и дальше, как бы, по суставам. А тут, как это, пастор Виталий Антонович, он так это стал со мной молиться, а потом говорит, а что это такое? И раз, и прямо в эту точку, точно, без всякого, как говорится, УЗИ и прочее. И помолились за меня, и, знаете, пошло такое, в общем, такое, как огонь, теплота, именно, и, как бы, мне стало легче. Ну, и сказали, потом мы с вами еще поработаем. Ну, я так, я забыла, дальше продолжалось учение, хорошо все было. И последний, предпоследний день, да, вечером, когда мы уже обсуждали, какие у кого дары, то кто где бы мог послужить, и вот меня позвали, и уже, это чудо просто, я думаю, что в это, вместе, в это время собрались такие сильные служители, сколько, четыре или пять пасторов? Вместе с Геннадием пять пасторов, они такие опытные, сильные, они за меня помолились, представляете? Они все молились за мое здоровье, все, и все присутствующие наши, кто приехал. Была такая сильная молитва, что я вот вообще считаю, что я получила выздоровление. У меня сейчас ничего не беспокоит, никаких болевых эффектов нет, но, как говорится, слава Богу. Спасибо, Татьяна. Ну, еще посоветовали сделать УЗИ, все-таки проверить, там камень есть, нет, немножко желчным пузырем, коррекция. Детки, выходите, пожалуйста, за вас помолимся. Дети, вам понравилось на семинаре? Очень? Да. Давайте коротко тогда, вот, Алексей, ты хочешь, да, что-то сказать? Мне понравилось, ну, мы ходили везде, там, еще мы сходили с нашим аниматором, там, в поход, там, пожарили хлебушек. Еще мы в самый последний день, там, поднялись на высокую гору, ну, там и помолились еще, ну, мне понравилось все. Слава Богу. Кто еще хочет? Я благодарю Бога за то, что у меня удалось поехать туда, за то, что были шансы. И благодарю за такой хороший отель, за хорошие номера. Была очень вкусная еда, там все было очень красиво. Мы поехали потом на гору Мадару, и там, и там мы посмотрели старый конник, там, выбитый. И в пещере мы нашли, и как я, янтарь. Мы думали, это личинка, а это янтарь оказался в горе. А в нем скорпион, и мы думали, что личинка убежали, а Антон потрогал, и мы очень испугались. Там было... потом мы поднялись на огромную гору, и там было около ста ступенек. Там были огромные выпады, мы фотографировались, очень красивые фотографии получились. Я бы хотела поблагодарить эту церковь и Бога за то, что я поехала в такое замечательное приключение, где я узнала много всего нового. Я попыла на семинаре, я познакомилась много с новыми людьми. И хочу поблагодарить за этот прекрасный отель, за пищу, за все, что было там, за всю новую информацию, за теплый прием у всех людей, за всех людей, которые были рядом со мной. И я очень сильно благодарна Господу за то, что я узнала про это место, про эту церковь, опять же, про таких всех людей. Я вас очень сильно люблю. И вы мне, правда, как родители, я вам очень сильно благодарна. Хотела бы поблагодарить Евину семью, Александра, Давида, Еву, Марию, за то, что они меня взяли с собой, рассказали про эту поездку. И были мне как родители, и я очень сильно благодарна. Спасибо, Сабина. Анита, скажешь что-нибудь? Богданчик, Давид, Давид. Мне очень понравилась пища и наш номер. И мне очень понравился отель, и там я познакомился с много людьми. Мне понравился двор. Очень. Собака. Еще там. Еще мне понравилось, что болгары приехали. Спасибо. А дети, пока не уходите, мы коротко помолимся. Давайте мы прострем руки наши, и потом споем песню вместе с нашими детками. Слава Тебе, Господь, за наших детей, за то, что у них такие открытые сердца, расположенные к Тебе, к принятию Твоей любви, Господь, Иочи, к Твоему присутствию. Они чувствуют Духа Святого, Господь, Иочи. Аллилуйя, Отец, Ассана, слава Тебе. Пусть это, Господь, Иочи, помазание остается на них. Твое, Господь, Иочи, аллилуйя, Отец, свежее дыхание, Господь, Иочи, обновление, Господь, Иочи, на наших детях и защита от Твоей драгоценной крови. Аминь. Споем, да? Мы хотим... Да, вы можете спутиться вниз, дети, вместе с нами спеть. Мы хотим спеть песню, которая была такая основная у нас на Пинуэле, и мы вместе танцевали вот эту песню и славили. Я предлагаю вам тоже встать, если вы желаете даже с нами станцевать. Есть на планете счастливый народ, праведно с Богом, в победе живет. На оси жизни он Господу песни поет. Этим народом являемся мы, бывшие узники мрака и тьмы, Божьими стали навеки детьми. Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! И только пути вся и та, Услышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, Для неба есть дорога, И по дороге к небесам Будем двигаться, ты и я. Если во тьме жить устанет народ, Слово от Бога для жизни возьмет, Этот народ не узнает никто Через год. Скоро изменится наша земля, Станет великаю Божья земля, Беду святого свобода всегда. Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! И только будем славить так, Чтобы слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, На небе есть дорога, И по дороге к небесам Можем двигаться, ты и я. По дороге, по дороге, по дороге, В небесах, по дороге, по дороге, По дороге, в небесах. По дороге, по дороге, по дороге, В небесах. По дороге, по дороге, по дороге, По дороге, в небесах. Аминь, можно присесть? и мы еще